Здравствуйте, в эфире Медвестник. Я вновь рада приветствовать всех присоединившихся к нашей встрече, посвященной теме ожирения и опыту мультидисциплинарной команды. Тема второго блока программы «Неалкогольная жировая болезнь печени. Патогенетические пути решения проблемы». Я рада представить наших экспертов. Это кандидат медицинских наук, руководитель отдела диабетологической помощи Центра эндокринологии Министерства России Фатима Хаджимуратовна Цгоева. Здравствуйте. Здравствуйте. Только это диабетологическая помощь. Прошу прощения. И кандидат медицинских наук, эндокринолог отдела терапевтической эндокринологии Центра эндокринологии Минздрава России Ксения Андреевна Камшилова. Здравствуйте. Что ж, я предлагаю начать. Расскажите, пожалуйста, всегда ли неалкогольная жировая болезнь печени представляет собой компонент метаболического синдрома, который сочетается с ожирением или с сахарным диабетом второго типа и так далее, другими заболеваниями? В первую очередь, я хотела сказать, что неалкогольная жировая болезнь печени – это очень распространенное хроническое заболевание, которое ассоциировано с накоплением жиров гепатоцита, не связанное с злоупотреблением алкоголя. Эта тема сейчас набирает все большее значение, что связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых осложнений, заболеваний сахарного диабета и кардиоваскулярных событий. На самом деле существует миф, что неалкогольная жировая болезнь печени бывает только у пациентов с ожирением. Однако данные международных клинических исследований, эпидемиологических, показывают, что это не так. То есть в общей популяции распространенной жировой болезни печени среди всех людей составляет около 30%, это включая различные формы, стеатоз и стеатогепатит. И у пациентов без ожирения распространена жировая гепатоза от 10 до 30%. Очень высокий показатель. А бывает ли такая болезнь у худых людей? Бывает у худых людей, то есть даже с индекса массы тела до 23 бывает развитие неалкогольно-жировой болезни печени. Есть связь со множественными эндокринными заболеваниями, то есть у худых людей, у людей с нормальной массой тела, например, с гипотириозом, нарушенной функцией щитаидной железы. Это люди с синдромом обструктивного апноосна, с гипогонавизмом. У пациентов с синдромом поликистозных яичников, которые наблюдаются у гинекологов, тоже часто выявляют жировую болезнь печени. А какие существуют механизмы развития и факторы риска неалкогольной жировой болезни печени и в чем мультифакториальность ее патогенеза? Вы уже правильно сказали, что патогенез очень сложный, очень мультифакториальный и участвуют различные патогенетические факторы, которые ассоциированы как с накоплением жира в печени, так и с развитием воспаления. Первым фактором, который влияет на развитие стеотозы печени, является избыточное накопление триглицерида в печени за счет повышенного синтеза свободных жирных кислот, за счет повышенного их поступления в печень, за счет чего продуцируется избыточное количество липопротеидов очень низкой плотности, которые способствуют развитию процессов перекисного окисления липидов, то есть развитию как такового воспаления, которое уже запускает дальнейшие процессы, которые связаны с окислением и развитием некрозогепатоцитов, по сути дела. Также в патогенезе участвуют различные факторы воспаления, то есть известно, что жировая ткань секретирует множественные адипоциты, это маркеры, например, адипоцитокин, лептины, факторы воспаления, интерлекины, факторы некроза опухоли, все эти показатели, они также усугубляют развитие воспаления в печени и способствуют развитию стеотогепатита. Также большая роль микрофлоры, то есть показано, что повышенное количество патогенной микрофлоры или увеличение количества нормальной микрофлоры также способствует нарушению проницаемости кишечного барьера и развитию воспалений в печени, то есть повышенной выработки этанола и, по сути дела, развитие алкогольного стеотогепатита, который не связан со злоупотреблением алкоголя. Мне кажется, ещё вот мы тут рассказываем про жировую болезнь печени, но самое главное, то, что мы должны помнить всегда, и то, что, собственно, может быть причиной даже жировой болезни печени у так называемых худых, которым кажется, что они худые, это метаболическая активность. Уже мои коллеги говорили про метаболическую активность жировой ткани. Вот представьте себе человека, который весит 120 кг. Как вы думаете, Дарья, сколько в нём жира? Зависит от того, насколько высок человек. Ну окей, максимум. Тогда скажите, сколько весят его кости, как вам кажется. Пациенты встают на весы, и первая фраза в своём оправдании, которую они говорят, ну, собственно, как сказал известный персонаж, все пациенты, скажем так, обманывают. Так вот, они встают на весы, первое, что они говорят, что у меня тяжёлая кость. Костно-минеральный компонент из этих 120 кг будет занимать порядка 3-4 кг. Но это, понятно, сухой компонент, да, это обезвоженный. Дальше мышцы и жир. И кажется, что если человек такой вот крупный, да, то в нём мышц у него может быть мало, а жира у него будет много. Вот возьмём минимальный порог, Ксения Андреевна, надеюсь, согласится, ну, допустим, 50 кг. Из этих 50 кг у него 40% клетки воспаления. А если мы переведём в килограммы, это 20 кг. То есть это чемодан на борт, который надо сдавать. То есть не на борт, а сдавать его, да, багаж его на борт не пустят. Это чемодан клеток воспаления. 20 кг. И если человек так называемый худой, но у него большое количество жира висцерального, а это метаболически очень активная жировая ткань, она сразу вот отдаёт свои свободные жирные кислоты сразу через портальную вену в печень, что, собственно, запрещает быстро худеть. Нельзя быстро худеть, потому что все эти клетки, а известно, что порядка 600 молекул отдают, да, эти свои 600 молекул, представьте, переложить опять же на килограммы, и вот этот поток токсических молекул, а это токсические будут для печени, если будешь быстро худеть, у тебя всё заходит в жировую дистрофию печени, да, в жир. Так вот, если мы с вами говорим о висцеральном жире, то и вот даже вот самый есть лёгкий способ определения – это окружность талии. И то, что сказала Ксения Андреевна, что даже у этих худых есть предрасположенность к жировой дистрофии печени. А почему? Да, есть количество, может быть, жира, и опять же вот Ксения Андреевна упомянула расовые, да, принадлежности. У нас есть определённые расы, которые склонны к развитию жировой дистрофии печени. Но знаете, есть ещё очень интересный момент, который, да, есть генетика, но генетика обуславливает 40, максимум 50% проявлений, но мы не берём жёсткие мутации. Да, есть внешне-средовые условия. Так вот, если я вас спрошу, Дарья, как вам кажется, количество жира в молоке матери чем обусловлено? Ну вот как принято, да, вот чтобы жирное молоко было, что надо делать? Есть жирные продукты, видимо, да? Вы чуть-чуть не правы. Наши коллеги с Центра педиатрии, мы тоже так думали, честно, наши коллеги с Центра педиатрии провели исследование, и выяснилось, что количество жира в молоке матери определяется количеством жировой ткани, которую женщина набрала во время беременности. Понимаете, весь глубинный смысл этой истории заключается в том, что ребёнок, для которого молоко мамы – это самое вкусное в этом мире, что есть, это персонифицированное питание, и вот это то, что формирует вкус на самом деле в дальнейшем. И когда говорят, что жирное – это вкусное, а на самом деле это произошло тогда, когда эта беременная женщина набрала большое количество килограмм, она уже внутриутробно заложила, есть исследования, которые показывают предрасположенность, уже жировая дистрофия начинает формироваться внутриутробно, потому что количество клеток жировых, оно заклаживает, вот как, знаете, вот заложили виноградную гроздь, всё, дальше они просто растягиваются. Уже заложила мама количество жировых клеток, много в печени уже эктопированного жира, а потом ребёнок начинает расти, он получает жира много с грудным молоком, и потом дальше, да, западная диета, мы все, к сожалению, сейчас в такой ситуации, что у нас много, большое количество жира мы потребляем, именно насыщенного жира. И человек этот сразу попадает за подню. Понимаете, то есть это намного глубиннее, чем просто обычная история, меньше ешь и больше двигаешься. Есть ли основания говорить о влиянии на развитие неалкогольной жировой болезни печени, полиморфизма тех или иных генов? Можно ли об этом говорить? Полиморфизм генов на самом деле участвует в развитии, как бы риска развития неалкогольной жировой болезни печени. Есть гены, которые связаны с накоплениями глюкозы, липидов, жировой ткани, которые могут этому способствовать. Дарья, понимаете, полиморфизм – это не мутация. Вот это надо разделить два понятия. Мутация – это обязательно случится. Полиморфизм, они, во-первых, собраться должны в компанию. Потом для этой компании должны быть определенные условия. То есть не надо принимать полиморфизм, как всё, приговор. Да, есть полиморфизм, потому что сейчас страшно модная история генетического паспорта, она нам откликается очень тяжело. Пришла пациентка, которая была полгода назад, приходит чёрная практически. Я говорю, что случилось, что у вас с настроением? Ну, у неё там по щитовидке проблемы, я думала, что такое. Она говорит, я сделала букальный тест, и мне сказали, что у меня может быть болезнь Альцгеймера. И она полгода не живёт. Она ждёт, когда придёт этот Альцгеймер. Понимаете, также из жировой дистрофии печени. Да, есть предрасположенность. Но это не приговор. Это не мутация. 40-60, 60% в ваших руках, чтобы не проявились эти генетические стигмы. А в Великолии общая распространённость сегодня такой болезни в мире и в нашей стране, в России? Какова распространённость различных форм у лиц с ожирением? Распространённость в общем жировой болезни печени – это около 30%. Распространённость Т-гепатита – это наиболее опасная как раз форма, которая уже сопряжена с риском воспаления, сердечно-сосудистых событий, цирроза печени. В среднем где-то 5-6% – это в общей популяции. Если брать пациентов с ожирением, то распространённость жировой болезни – это около 80%. То есть всё-таки 20% с ожирением могут не иметь жировой болезни печени. А вот с Т-гепатита уже распространённость около 40-50% с ожирением. При морбидном ожирении – это ожирение третьей степени с индексом массы тела – выше 40-100% пациентов, ну практически 100%, имеют жировую болезнь печени. А насколько болезнь повышает кардиометаболические и другие риски? Фактически повышает на 100% все риски, потому что наличие жировой болезни печени сопряжено с различными кардиометаболическими маркёрами. Это инсулинорезистентность, это нарушение эндотелиальной функции, оксидативный стресс, нарушение ангиогенеза, атерогенеза. Мы уже, наверное, лет 15, как все приняли с жировой дистрофией печени как самостоятельный фактор риска, потому что помимо даже банальных патогенез, там уже протерогенные факторы. Это провоспаление, действительно эндотелиальная дисфункция, но там есть и протромботические факторы ещё, потому что увеличение свёртывающей системы крови – это сразу идёт вот в этот вагончик, всё складывается. А как сегодня обстоят дела с диагностикой? Вызывает ли она какие-то трудности у врача? С диагностикой существуют, как правило, проблемы, так как заболевание, оно бессимптомное, и все симптомы классические могут уже появиться на стадии декомпенсации, когда развивается цирроз печени. Поэтому, как правило, жировой болезнь печени диагностируют либо случайно при проявлении ультразвукового исследования печени, либо если пациент случайно сдал биохимический анализ крови и выявили, например, повышение трансаминаз, которое, опять же, бывает не у всех пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Дальше, соответственно, по ультразвуковому исследованию мы можем выявить только факт наличия жировой болезни, то есть наличие стеатоза. В плане фиброза печени ультразвук его не показывает, то есть мы не можем сказать, есть у человека фиброз, цирроз или какие-то вещи. Инструментальные методы, такие как есть фиброскан, это метод именно измерения фиброза как раз, он, как правило, более информативен у пациентов, до первой степени ожирения, у лиц с большим ожирением, он мало уже информативен, и фиброз может не показывать. КТ, МРТ – это тоже такие косвенные признаки диагностики, и все-таки самым таким золотым стандартом метод, который точно может указать, какая уже будет, либо это стеатоз, либо стеатогепатит, либо это фиброз, это все-таки пункционная биопсия печени, которую, естественно, мы не делаем всем пациентам. Это делается строго по показаниям, по назначению эндокринолога, врача-гипотолога, гастроэнтеролога у пациентов, у кого есть риск развития фиброза, цирроза только тем пациентам. Вот существует ли сегодня проблема недообследованности в этом направлении? На самом деле, вот золотой стандарт, пункция, с одной стороны. С другой стороны, понимаете, пункция нужна для определенных целей. Наша задача – предупредить, профилактика. Если даже мы видим изменение трансаминаз и изменение на УЗИ, есть еще и суррогатные различные коэффициенты, там фибромакс, которые косвенные очень. Значит, наша задача – предупредить фиброз и цирроз. И коль скоро мы можем сделать это на этапе, когда можно еще что-то сделать, есть известная пословица «поздно пить боржоми», вот печень не болит, она не болит даже когда цирроз. Понимаете, это вот такая история, которую надо предупреждать. И если мы по умолчанию понимаем, что 80% у людей с ожирением это может быть дальше, неалкогольная жировая, и все вытекающие последствия, вы знаете, что в Америке, по-моему, на втором месте стоят люди, которые имеют нашу, неалкогольную жировую болезнь печени, на пересадку. То есть самая такая, по сути дела, основная причина трансплантации – это как раз-таки не рак даже печени, а именно до компенсации стоит и гепатит-цирроз. На втором месте в Америке. И такими темпами считали, что к 2027 году это будет самая частая причина трансплантации. А как у нас дела обстоят с этим? С пересадкой? Нет, с распространенностью. У нас, слава богу, у нас всё-таки наша предрасположенность не такая высокая. Но, к сожалению, количество людей с ожирением растёт в сумасшедшем. В Российской Федерации, если бы про цирроз, там где-то около 1-2%, по нашим исследованиям. Очень большой процент. А как взаимодействует гепатолог и эндокринолог при введении пациента? С неалкогольной жировой болезнью печени. Гепатолог, во-первых, проводит пункционную биопсию. Её определяют тоже в том числе показания. То есть какие показания это пациент. Либо со стойким повышением трансаминаз. Если, например, на фоне лечения, ну вот никак они не снижаются. Или у пациентов, у кого есть высокие. Есть, опять же, там математические формулы, индексы фиброза, у которых можно заподозрить вот этот вот цирроз. Поэтому гепатолог проводит пункцию и в зависимости от этого принимает решение. Есть ещё сейчас изданы междисциплинарные, они в таком полусостоянии, формальном, полуформальном, потому что они выйдут, наверное, на формальный уровень. Междисциплинарные рекомендации по неалкогольной жировой болезни печени с претензией переименовать её в метаболически ассоциированной жировой болезнь печени. Это союз эндокринологов и гепатологов. Это очень важно, что мы пришли к общему союзу, потому что долго было такое взаимодействие, оно вроде как взаимодействовали, с другой стороны и нет. Но для практических врачей нужна чёткая инструкция, должны быть клинические рекомендации. У практического врача нет времени сидеть, смотреть современные какие-то статьи бесконечно по всем нозологиям. Вот терапевт сидит, он же не может всё смотреть. Поэтому облегчение – это клинические рекомендации. И у нас есть на сайте нашего центра, есть сайт журнала «Ожирение и метаболизм», и в первом журнале 2021 года, в первом номере, есть клинические рекомендации, такие междисциплинарные, которые облегчают нашим пациентам понимание, как именно взаимодействовать в той или иной нозологии, если пациент имеет ожирение и ассоциированные с ним заболевания. Поэтому очень легко, когда есть какой-то документ, который облегчает, такой междисциплинарный документ, потому что ожирение – это такое заболевание, которое охватывает практически все нозологии. А насколько эффективна стратегия лечения болезни, тесно связанная с ожирением и ориентированная на снижение массы тела? Поскольку ожирение – это всё-таки главный фактор риска развития жировой болезни печени, то согласно всем клиническим рекомендациям, всем ассоциациям – американским, российским, европейским. Номером один в плане лечения жирового гепатоза является именно модификация образа жизни, снижение массы тела любым способом похудеть. Неважно, что это будет. Либо просто диета, нагрузка, медикаментозная терапия. И проведено множество исследований, которые показали, что даже умеренное снижение массы тела, то есть было проведено в Англии исследование, было 100 человек, которым делали биопси-едо, и через год им назначалась просто диета. Эта диета заключалась в уменьшении калорийности, там, 750 калорий и 200 минут физической нагрузки в неделю. И те, кто похудел на 10%, у 90% ушёл неалкогольный стеотогепатит, и у 45% из них регрессия фиброза. – Это очень хорошие показатели, мне кажется. Поэтому номером один является модификация образа жизни. Вот Фатима Хаджимиратна расскажет. – Про модификацию, оно так красиво звучит, да? Это, наверное, самое лёгкое и самое тяжёлое. – Да, сложно. – Модификация образа жизни. Потому что, во-первых, это питание, во-вторых, это физическая нагрузка. И во всех рекомендациях клинических это написано. Что хорошо, вот в современных клинических рекомендациях очень чётко прописано, как мы ограничиваем калораж. Первое, мы ограничиваем калораж очень умеренно, потому что это долгосрочный проект похудения. Второе, мы калораж ограничиваем за счёт углеводной составляющей, уводя уже энергоёмкость, выделенную на углеводы. И при хорошем раскладе, когда у нас цель – это предупредить фиброз, это 45%. Абсолютно нет достоверных данных, доказательных, что вот это количество углеводов надо, чтобы человек похудел. Но есть какие-то исследования, которые подтверждают диапазон. Так вот, диапазон мы обычно выделяем на энергоёмкость углеводов от 40 до 60%. В отношении неалкогольной жировой болезни печени – это 45%. 45% энергоёмкости от суточного рациона уходит на углеводы. Дальше у нас жиры и белки. Мы увеличиваем потребление белковой составляющей. Белковую составляющую мы переводим порядка 20% от энергоёмкости. Остальное у нас получается 20-25 белки и жиры, соответственно. Но вот вопрос с жирами. Лет 5 назад, наверное, прошла такая медиаволна, что сказали, что врачи нас обманывали, жиры можно есть много. Оказывается, то количество жира, которое нам лимитировано, 30% – это нас врачи обманули. И когда ты доходишь до первоисточника, ты понимаешь, что, извините, коллеги журналисты ваши всё переначали. На самом деле вышли исследования, которые показали, что количество жира, максимум, которое мы можем позволить, это 37%, но за счёт моно- и полиненасыщенных жирных кислот. Ни в коем случае не за счёт жареного стейка. Жареный стейк – это 10% от выделенной нормы. Так вот, мы расширяем белковую составляющую, причём ограничивая при этом животное происхождение жиры, ограничивая животного и расширяя растительное происхождение белки, ну и, соответственно, до жиры. Потому что насыщенные жиры, а насыщенные жиры приходят к нам с продуктами животного происхождения. Но есть современные модные девушки, которые говорят, а как вы относитесь к кокосовому молоку и кокосовому маслу? Чтобы было понятно, насыщенных жиров в кокосовом масле в два раза больше, чем в сливочном. Это лидер по количеству насыщенных жиров. Это парафин практически, который не переваривается. Если мы с вами подумаем, как составить свой рацион, очень просто. На самом деле, почему я говорю «мы подумаем»? Потому что, прежде всего, доктора должны сами подавать пример, собственно, как мы должны питаться. Один раз в неделю позволено есть красное мясо. И вот, опять же, если мы берем предрасположенность и по всем стилям питания, это стиль питания. Нет диеты. Диета на короткий промежуток времени обострился гастрит. У тебя диета. А это стиль питания. Так вот, по всем стилям питания, средиземноморский стиль питания, я не говорю прям всем есть устриц, понимаете. А стиль питания подразумевает, что красное мясо из всех ограничений, самое жесткое, это потребление красного мяса один раз в неделю. И как раз у людей, которые проживают в странах Средиземногория, зафиксирован минимальное количество неалкогольной живой болезни печени. А дальше в основе лежат медленные освоения углеводы. Это пирамида питания послойная. Дальше у нас овощи, фрукты. Обязательное потребление фруктов и овощей. И вот то, что касается исследований, опять же, то, что касается неалкогольной живой болезни печени, я помню, еще Царство Небесное наш известный диабетолог Михаил Иванович Балаболкин всегда говорил, пациентам с диабетом надо обязательно есть тыкву. Вот сейчас подтверждение вышло его слов, исследование очень большое, которое показало, что биофлавоноиды, которые находятся в тыкве, в запеченной тыкве, помогают, когда человек болеет жировой дистрофией печени. Дальше. Это биофлавоноиды, астексантин, изэксантин. И если мы говорим про эти биофлавоноиды, то они содержатся еще, которые помогают при жировой дистрофии печени, опять же, в креветках, они содержатся в проросших семенах и вот в этих грубых семенах. И что получается? Что нам дана формула правильного питания. Есть факты. Мы европеоиды. Почему-то мы начинаем пускаться во все тяжкие, есть кокосовое масло, есть кокосовое масло, пить кокосовое мамако. Так вот, обращаясь, опять же, к своей генетической карте, если вы европеоиды, то по всем параметрам вам нужно соблюдать средиземноморский стиль питания, который, опять же, повторяюсь, красное мясо один раз в неделю, не больше. Насыщенные жиры ограничиваем, расширяем потребление мононенасыщенных жиров и обязательно, что касается еще ограничений, жестко донести до пациентов, не надо есть фруктозу. Потому что пациенты обычно приходят, наши, особенно с диабетом, и как индульгенцию говорят фразу, я купил на полке для диабетиков. Когда мы открываем состав, там фруктоза. Фруктоза – это суперстимулятор развития отложения жира локально именно в печени. Это даже хуже, чем сахароза. Поэтому фруктозу надо убирать, синтетическую фруктозу, я про синтетическую фруктозу говорю. И вот худеем медленно, модифицируем свое питание, потребляем растительных белков больше, чем животных. Мононенасыщенные, очень простая формула, знаете, идеальная формула потребления ликопина, а ликопин помогает тоже при жировой дистрофе печени. Представляете, как прекрасно. Пришел к доктору, а доктор тебе говорит, диету, в которой обязательное потребление ежедневно замоченных томатов в оливковом масле, да, обязательно оливковое масло, пить кофе, нужно обязательно пить кофе, обязательно нужно есть белый сыр, но немного, да, обязательно нужно есть одно яйцо всмятку, потому что суточная норма холина – это одно яйцо всмятку только. Сразу жизнь другими красками заиграет. Ты приходишь к врачу, он тебе одни ограничения делает, а тут расширять надо, да, потому что, когда мы у человека забираем самое интимное, это самый легкий способ получить удовольствие – это еда, потому что рассказывать про то, что надо регулярно ходить в фитнес-клуб, это, ну, конечно, практически из области фантастики. Относительно физической нагрузки надо делать то, что правда приносит удовольствие, потому что девочка, которая занималась танцами, если ты ее отправишь, извините, к потным дядькам, тягать их штангу – это ей не принесет, хотя все бывает, я не спорю. Но, по сути дела, надо вернуться всем родом из детства, вернуться к своему началу, подумать, а что ты хочешь, чем ты хочешь заниматься, да. И сейчас у нас множество различных кружков, хотите, танцуйте фламенко, хотите, плавайте, хотите серфингом занимайтесь, все что угодно. На самом деле, надо полюбить себя. Если вы вспомните средиземорский стиль питания, помните там, что важно – ритм приема пищи. Три раза в день надо пищу есть. Ни в коем случае не надо пять, шесть, десять раз, потому что, как сказала Ксения Андреевна, инсулинорезистентность, а чем чаще вы едите, тем больше выбрасывается инсулина. Она стимулирует сразу, опять же, отложение жира в печени. Три раза в день питаемся, четвертое – это перекус. Если вы были в странах Средиземноморья, днем были когда-нибудь, там жизнь умирает? Да. Там все, там нет, там три часа жизни нет. Люди едят, люди получают удовольствие, да, и от той же пищи, пусть она будет простая, пусть она будет без всяких там соусов, но она должна иметь вкус. И вот правильное питание, идеально – это та пища, которая произрастает в вашем регионе, и та пища, которая вот свежая пища, неконсервированная, без добавления соли. Мы сегодня вообще там не касаемся этих всех добавок, которые, в общем, токсичны для печени. Печень вообще, она самый благодарный орган. Из всех органов, да, она самый благодарный. Если вы будете к ней хорошо относиться, она тоже к вам будет хорошо относиться. Ну, действительно, самое важное – это вот та самая модификация образа жизни, для того, чтобы получать удовольствие от жизни и становиться здоровее. Но все-таки, если у нас дело доходит до препаратов, в чем заключаются основные принципы современной медикаментозной терапии? Ну, основная проблема, что нет ни одного препарата, зарегистрированного для лечения жировой болезни печени. Это большая проблема в медицине и проведено массу международных исследований, российских. Исследовались разные препараты, в том числе, и для снижения массы тела, и какие-то специфические препараты. Ну, вот, как уже было сказано, патогенез заболеваний очень многофакторный. И идеальный препарат для лечения неалкогольно-жировой болезни печени, он должен, по сути дела, лечить все вот эти вот звенья патогенеза. И, к сожалению, вот такого пока не разработано. Идут разработки, исследуются препараты, которые влияют и на апоптоз, и на снижение фиброза, воспаление в печени. Но эффект всех препаратов, исследования, которые опубликованы, он связан полностью со снижением массы тела. То есть, привело именно снижение массы тела к улучшению, к уменьшению воспаления в печени, к уменьшению фиброза, а не какая-то таблетка. Это еще один аргумент за то, чтобы любить себя, правильно пытаться. И комплексно подойти к этой проблеме. Нет такой волшебной таблетки, которая тебе поможет похудеть. Нет волшебной таблетки, которая лишит неалкогольной жировой болезни печени. Нет таблетки, которая тебя избавит от депрессии. Начать надо с себя, решить, что я сегодня должен принять взрослую ответственность, позицию взрослого человека. Я сегодня решил, что я буду худеть, и худеть я буду всю жизнь. Но с удовольствием обязательно. И тут очень важный момент. Мы сегодня обсуждаем мультидисциплинарность. Но самое главное в этой истории, чтобы пациент нашел своего врача. Врач с пациентом должны совпасть. Абсолютно должны совпасть. И не обязательно это должен быть эндокринолог, честно. Не обязательно гипотолог. Пусть это будет терапевт. Да ладно, пусть будет косметолог. Но самое главное, чтобы был человек, который не у него соответственность. Все остальные будут консультантами. Но тот человек, которого будет слушать пациент, и который поможет ему пройти вот этот путь длиною практически в жизнь. И ни один врач не решит все проблемы. Он может найти таких союзников, партнеров, которые помогут ему лечить. Как и нет, собственно, от причины. У каждого своя причина ожирения. Когда она проявилась, в каком возрасте. Так и наш, не алкогольная жировая болезнь печени. Мы можем добавлять омега-3, жирные кислоты. Это есть исследование. Можем добавлять витамин Е. Мы можем добавлять ликопины. Мы можем регулировать инсулин-резистентность. Мы можем сокращать количество жира. Это вот такой, знаете, калейдоскоп. Калейдоскоп действий, который приведет в конечном итоге, он приведет к желаемому результату. Потому что это тяжелая работа. Вот именно сизифов труд называется, процесс похудения. Но если мы зададимся целью все вместе, мы точно приведем к хорошему результату. Продолжение следует... Продолжение следует...